Ребят, всем привет! Это новый влог, меня зовут Жора, это Сережа И мы начинаем свой влог на ютубе На самом деле мы его начали еще месяца три назад Но вот этот вот кривожоп, криворук, я не знаю как его назвать Сжег все видюхи на своем макбуке Поэтому мы все начинаем по новой, вы многое не увидели Рассказывать уже об этом нет смысла Мы многого не пропустили, дайте нам так скажу Нет, там было много угарного Это был настоящий экшен Ну что, вот мы уже в пути, направляемся Куда мы направляемся? В эко-деревню В эко-деревню? Что там будет вообще? Да не знаю, вроде идем на природу отдохнуть, познакомиться с людьми Там увидимся с моей старой подругой детства, которую я, не знаю, уже лет пять не видел Может даже больше Еще желательно не въебаться ни в кого Да, мы не въебаемся Расскажи о себе, Серега, вообще А то ты уже рассказывал несколько раз и все стер Чем занимаешься? Чем занимаюсь? Ну я в общем спортсмен, жил в Америке пять с половиной лет, ну почти шесть Приехал сейчас в Россию Вот, тренируюсь Чем занимаешься? Да только тренируюсь, что и дело И какой спорт-то? Плавнишь, я же сказал Плавнишь, плавнишь Плавнишь, ты не говорил плавнишь Плавнишь, извиняюсь, ребята, не сказал, что я плавнишь Ну в общем, занимаюсь плавнием, в принципе, всю свою жизнь Сейчас занимаюсь профессионально, выступаю Такие дела Все, больше в моей жизни Больше ничего сказать Ну еще в Америке жил, тоже интересно Но это когда-нибудь в другой раз расскажу Короче, теперь я расскажу Американский мажорик Приехал из Лос-Анджелеса Катается он на яшке, короче Плавает И кайфует И все О себе могу сказать, что я студент Заканчиваю учиться на стоматолога Но не буду им Но буду им или нет, это большой вопрос Вот Так что Едем пока гулять, тусить Дальше посмотрим, как жизнь сложится Короче, нам оказывается ехать час Я не позавтракал Ничего, из дома выскочил В 10 утра Я так рано не просыпался уже сколько? В месяц, я не знаю Короче, нам нужен Макдак Я не думаю, что мы найдем Макдак в этой где-то близости Потому что мы едем по Новой Риге И вокруг нас леса Там еще ехать всем 7 километров в этот раз Это сколько? Час? 57 минут Бля-а-а-а-а Это реально просто подстава конкретная Кстати, там спереди С нами едет телеведущий Не знаю, насколько он известный Как его зовут? Воротов ТВ Жон Ворон Жон, Джон Ворон В общем, руссо-российский телеведущий, но сам он американского, по-моему, происхождения. Американского, британского происхождения. Родился в Майами, а потом в Англию, да, уехал? Да, вроде жил в Англию, все знатся, но и в жизни. Ну, короче, очень интересный мужик. Я так понял, он еще хорошо готовит, потому что он вел программу «Давайте поедим», да? Или «Поедем-поедим», что-то такое. Он вроде ездил по странам, типа изучал кухни разных стран. Вот, ну, значит, нам будет интереснее пообщаться. Думаю, что-нибудь приготовит, и мы это отценивем. Роза, передай привет подписчикам. Мы начали все заново, и тебя никто не знает, поэтому... Расскажи о себе. В общем, это рекордсменка мира, чемпион Европы. Чемпион мира. Чемпион мира. Чемпион первых юношеских олимпийских игр. Да, Розочка. Сейчас она... Где ты сейчас, Роз? На сборах в Турции? В сборной России. В Турции. В Турции. Заслуженный мастер спорта России. Это моя девочка. Твоя девочка? Моя девочка. Когда приезжаешь, Роза? Шестнадцатого. Шестнадцатого? В туроке. Ну... Ой, вот так противно весит. Придется пока без тебя потусить нам немножко. Шестнадцатого приезжаешь, без тебя придется чуть больше. Ну, да. И подожди, вы ночевать или нет? Не думаю. У нас девчонки в городе ждут. Мы пока немножко здесь погуляем. Я не думаю, что ночевать будем. У нее же иммунитет к этим шуткам. Она уже просто не обращает внимания. Что, девчонки? Да ты что, Серега, не умеет девчонками. Какие девчонки? Сереги. Сереги, девчонки. Капец ты завис. Ты нас вообще слышишь? Да ей пофиг просто абсолютно. Роза. Роза. Я вообще сейчас ничего не поняла. Ну и хорошо. Все, мы подъехали в эту экодеревню. Тут даже нет асфальта. Ну тут строят вещи. Строят, да? Смотри, что за БТР. Да, кстати. А здесь что-то есть вообще? Да, вообще я без поняла. Кроме поля. Подожди, я другой такой. Короче, ребят, охуенный контент. Сейчас будем гулять по полю, по травке. Я представлял себе чуть-чуть другой. Все, подписывайтесь, ставьте лайки. Я представлял себе чуть-чуть другой, ребят. Блядь, а весь контент, который у нас был, у нас был пиздатый контент. Я вам отвечаю. Да не пиздите в этот. Блядь, он просто стер это все на сразу в своем макбуке, блядь. Я думаю, что это самое надежное место, а оно просто сгорело. Что за пиздец? Мы что, в поле? А, ну все, ребят. Все, все охуенно. Здесь поле и дом. И мы будем в доме. Блядь. Все, ништяк. А что, знаешь, ты сделаем? В общем, ребят, добрались мы до эко-деревни. Это Сергей, сын владельца и организатора всей этой деревни. Он нам расскажет, покажет, что здесь вообще происходит, какая концепция в этой деревне. Ну, это, во-первых, как называется экоферма. То есть, основная концепция – это размещение таких гостиничных номеров и так далее на базе такой экологически чистой местности. То есть, организация здорового питания, культурных и досуговых мероприятий. Здесь планируется строительство. То есть, музей построен, будет наполнен экспонатами, присущими для конкретной местности. Также будет уделено большое внимание местной кухне, развитию местного культуры и быта. И для того, чтобы люди приезжали из Москвы, окунуться в тишину, свободу, напитаться свежим воздухом и провести спокойное время. В общем, здесь питание, вот это скот, растет зелень, все то, что на кухне будет готовиться, все будет из местных вот этих продуктов. Да, здесь абсолютно все, что приготовлено, будет использоваться местное мясо, овощи свежие. Фруктов, к сожалению, здесь не так много, но овощи, соленья – это все выращено здесь. Слушай, это круто. А сейчас эта территория будет застраиваться, да, домами какими-то? Ну, а по большей части она уже застроена, то есть потом, пока что там есть здание гостиничного комплекса, то есть там 5 или 6 номеров где-то, это вообще не помню. И дальше, если смотреть, там бани есть, гостевые дома по 4 номера. И в дальнейшем, конечно, планируется строительство таких полноценных коттеджей для сдачи вариантов. И эти коттеджи, они будут питаться вот как раз вот этими продуктами, которые выращиваются здесь? Да, то есть люди просто, они выбирают варианты размещения между гостиничным номером и полноценным коттеджем. Но также они привязаны полностью к инфраструктуре и как досуговым мероприятиям, которые проводятся на ферме. Круто, очень круто. Такая интересная история по корове. То есть это идет правнушка коровы, которую подарили Брежневу. Она там же российской породы, привезли ее из Англии. Ничего себе. И такая она очень знаменитая, с коровьим мерком, конечно. Обалдеть. Здесь сейчас пустовато, то есть все басутся в том, что животным нужен здоровый выпуск, чтобы продукция была очень вкусная и экологичная. То есть вот коровы, которые вот... Это правнушка Брежнева, да? Привет. Красава. Слушай, она прям такая деловая сразу видно. С простолюдинами не общается. Ну у них еще молоко очень такое особенное, оно очень длинное. А есть парное молоко? Я обожаю молоко просто. Ну молоко есть, утром и вечером доят. А это ее дочка, да? Праправнучка. Обалдеть. Слушай, какие вы красивые коровки. Обалдеть. Она добрая? Да. Привет. Привет. Слушай, красивая такая. Классные домики. А это для кого домики? Ну, для куриц и лудеек. Для куриц? Курицы в таком домике живут. Я честно говорю, что я вам говорил, там живут у танков. Ну, я не знаю, когда кто-то приезжает и видит эти домики, думает, что они для проживания. Он пишет там старки. А, да, да, да. А можно там две открытия, наверное, закрыто? Ну да, да, где. Смотри, не выписи никого. Слушай, птички живут лучше, чем я, по-моему. Не, по-моему, а ДГС. Стой, 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 стой. О, так. А, здесь еще одна. Привет. Куда это вы все спрятались? Ну, ладно, ладно, не буду вас пугать. Наконец-то мы добрались для еды. Домашний борщ, домашняя сметана. Все выращено, все выращено здесь. С местных коров. В общем, так давно я не кушал. Вот сидим за столом с уважаемым Джоном Уэрином. Правильно я сказал? Правильно. Телеведущий. Вкусно. Вы сейчас телеведущий, да? Да. На НТВ? Да. Как раз передачу, по-моему, поедем-поедим, да? Да, много езжу и много ем. Отличная работа просто. Шикарно. Разве это работа, господи? Это наслаждение. Я бы с радостью так поработал. Все, теперь время кушать. Самый прикол знаете в чем? Вот этот человек, владелец всей этой территории, который все это построил, он сам вручную вырезает вот эти двери, вот эти порожки. Просто абсолютно все он делает сам. Вон те иконы. Какой-то вообще уникальный человек. Здесь вообще, короче, ништя. То есть, смотрите, сколько всего, сколько еще заготовок и сколько работы у него. Человек позволяет просто творчески развиваться людям, которые здесь живут, работают, кузнецы. Там парень, один эскаваторщик, начал рисовать. Пришло ему вдохновение, начал пробовать, у него начало получаться. То есть, здесь очень клево. БТР какой-то здесь спрятан. Ты что забрал ее? Мне сказали с собой взять. Вот полюбить на стенах. Первое, что делал, лепил вот с этой стороны корабль. Там есть такой. Это первый раз в жизни лепил. Потом начал резать он у меня. Это сам, да? Он придумал, захотел полюбить вот так. Да, ничего себе. Мои рисунки висок, это я вам снимаю. Да, в прошлую осенью рисовал. Все дерево, все двери, все сделано своими руками, все шкафы. Какая вырезка вот здесь. Этот шкафчик я пожертвовал новогодними праздниками, никуда не поехал. За новогодние праздники позапрошлый год сделал. Серьезно? Все решать, разъезжать, да? Сюда? Ну, они с детьми. А, детьми? 8 человек. Вы сами делаете? Да. Обалдеть. Не скромно, но правда. Все там тоже голодные. Так, конечно. Хорошо. И раскрасить вот эти стенки тоже вдохновение. Это не хватило, немножко дыхает. У меня один начал расписывать. Пришлось с ним расстаться по причине злоупотребления. И надо дописывать, а у самого времени не хватает. Поэтому здесь, пожалуйста, берите кисти, краску, да? Ну, мы, к сожалению, неталантливые. Ну, ладно, вы просто не пробовали. Ну, вообще, надо что-то пробовать. Откройте меня, пожалуйста. Я могу через другую дверь выйти. Мы будем себя дразнить через окно. Тебе кто разрешал? Настало время шашлычков. Так, кальян брать, да? Да. Кальян. Кто главный шашлычник сегодня? Наверное, грузин, да? Вот такая вот жизнь нерусского парня в России. Только шашлыки так сразу мне жарить. О, нифига. Клевая веранда. Что, ты, кальянчик? Как хотите? Тут распределение работы. Тут кальянчик, тут грузин, тут вообще хоза. О, присаживайся. Спасибо, брат. Сейчас вы, наверное, наблюдаете над тем, как Гилу пытается позировать для фотографии. У него и особо не выходит. Но он старается. Адам, я сексуальный. Нет, ты девочка! Девочка с бородой. Вы сделали, Галик? Тебе нет. А, задай. А, да, да. Ой, бля. Да, бля, ну че ты такой косой напиздец? Да знаешь, как холодно хорько, че? Холодно. Бля, ты видишь? Вот он. Да, уфа. Бля, че ты ищешь? А ты что искал? Я сразу тебе сказал, здесь он. Когда сразу? Ты сверху тогда калау поставил, ничего не видно было. Бля, дай сюда. Да отвали ты. Ты что, взять не можешь? Бля, ты опять проебаловала? Бля, дай мне, братан, поможешь. А, твоя песня, Иваны. Как же ты все разъебешь. Вот, посмотрите, какая красота здесь. Банька. Беседка. Чистое небо. Все в облаках. Красота. Вот это все номера, которые могут люди снять, да, и в них жить. Так что приезжайте сюда, ссылочка в описании. Это не реклама. Это просто мой вам совет. Где трубочка, братан? Как ты в речке тонул. Ну что вы. Я, я, я. Тунеядцы. Я в детстве в бруду тонул. Слушай, запах вкусный очень. Тонул? Да. Ты что, не умел плавать? Ты же детство занимаешься. Я не планик, он пойдет. А ты же тогда еще не занимался. Да, не мало, тоже, наверное. Да? Я не знаю, что, я просто провалился, я не мог вину. А там течение сильное было, и вода ледяная была. В пруд упал. Ну, рядом с мостом в снегирях. Здравствуйте, Георгий. И что вы тут готовите нам? Оп, оп. Смотри, себя не проткни. Что это такое? Объясни. Машнее приготовление, да? Это люляшки, братан. Сам бычка поймал. Вот там бычки где-то. Сам убил. Нежно. Чтоб он ничего не понял. Люляшки скомкал. И все. Можно кушать. Ну ладно, бери первый проб. Куда? Ребята, чтобы вы понимали, он крутит и вертит щипцами из-под кальяна. Да-да-да. Чипцами из-под кальяна можно. Там поет. Можно многое делать. Ну вот сейчас точно будет очень красиво. Ну что, ребят, вечер завершен. Провели день классно. Конечно, без экшена, без тусовок. Нормальные видео кто-то удалил. Ну начнем с этого. Вы, главное, подписывайтесь. Дальше будет интересно. И мы вам обещаем. В следующий раз здесь собираемся, устраиваем тусовочку. Все это снимаем. До встречи. Давай, коронка, коронка. Ой. Я на это харкнул на нее. Я типа шутил. Ставь, я забыл свою коронку. Ну, короче, мы блогеры. Все поняли, да. Подписывайтесь.